Приветствую всех, кто смотрит мой канал. Сегодня выпуск про японский Denim, а конкретно модель 107 от студии D'Artisan. Почему мое внимание и выбор пал именно на эту компанию и на эту модель? Как-то я пытался собрать информацию на Рутубе, на Ютубе про модель 107, которая является бестселлером, одним из лидеров по продажам, популярности во всех частях света, но ничего я подходящего не нашел. Хотя были, конечно, какие-то видео про юбилейные, коллаборационные студии D'Artisan. И, конечно же, мое внимание падает прежде всего на самые продаваемые, на самые популярные модели. И, конечно же, модель SD107 не могла пройти им ими ими, да и мне они и самому нравятся. Не просто потому, что они лидеры по продажам. Почему именно студия D'Artisan? Я считаю, что студия D'Artisan стояла у истоков Осаки 5 и вообще всего феномена под названием японские дыни. Если посмотреть на внутреннюю сервисную бирку штанов, мы видим, что начало компании «Березка» с 1979 года. И что основной философией компании была реконструкция старых великих вещей. Конечно же, подразумеваются американские левисы в 40-х, 50-х, 60-х годах. То есть, именно с реконструкцией этих старинных моделей левис компания и берет свое начало. Тогда у руля стоял Шигахару Тагаки. Это человек, который работал у Пьера Кардена в те годы. И, приехав в Японию, он хотел сделать такую вот модную прививку. Именно стать продолжателем модной традиции, модной мировой традиции уже у себя в Японии. Но вот как-то затянуло его вот в эту вот так называемую сферу японского денима. И он является патриархом студии D'Artisan. Студия D'Artisan, друзья, располагается сегодня в Осаке. Хотя сами джинсы производятся в профитуре Акаяма в городе Коджима, который является меккой и фабрикой большинства японских брендов. Итак, давайте ознакомиться с ними поподробнее. Вот такие вот, друзья, нон-вош, необработанные, в крахмале, мы получаем из пакета. Да, я так люблю. Люблю, чтобы все это было в десном состоянии, такое жесткое, хрустящее. Конечно, вон-вош будет удобнее. Итак, на флешере тряпично говорится о том, что джинсы сделаны с душой. Прошли стадии производства с участием ручного труда, что у истока стоял человек, обучавшийся во Франции, Шагихару Тагайки. Подразумевается, что первой моделью студии D'Artisan была модель D01. Также все это ожидаемые теги на бирках. Размер, цвет. Гораздо интереснее вот патч кожаный, на котором мы видим двух поросенков, разрывающих джинсы. Друзья, я не знаю подлинной истории этого рисунка, но я догадываюсь, что Шагихару Тагайки, который работал у Пьера Кардена в Париже и был в курсе всех модных мировых тенденций, но не мог как-то без иронии отнестись к каким-то там джинсам Левис. И, наверное, они представляли на тот момент для него такое же откровение, как засоренный толчок на водопроводчика. Ну, и, видимо, поэтому человек внес здоровую долю иронии в создание знака, товарного знака для студии D'Artisan. И он отнесся с юмором. И, конечно же, до сих пор это нас всех веселит. Это очень прикольно. Так вот, друзья, японские джинсы, конечно, прежде всего любят за высококласснейший деним. Вот на SD-107 давайте посмотрим, какой же он. Ворп, нить основы выкрашенная, сделана здесь из австралийского хлопка. Уточная нить, сделанная из техасского хлопка. Нить основы, друзья, конечно же, вот мы видим глубоко выкрашена канатным способом. Такая глубокая прокраска у нее идет, они почти черные. И обратите внимание, насколько деним однородный. Здесь нет никаких вертикальных полос, нет никакого слабим. Чую, вот иногда лишь встречаются неопоэлементы, вот эти белые катышки. Посмотрите, какой он ровный, какой однородный. Чтобы вам лучше было понятно, я взял обрез от самураев, чтобы показать вам разницу. Вот посмотрите. И там, и там деним практически сделан из австралийского и техасского хлопка. На челночных станках веретеного типа. Но посмотрите, как же он сильно отличается. Вот посмотрите. Вот видите, да? Вот это вот студия Д'Артизан, ниже самурай 710. Посмотрите, какая здесь вертикальная структура, как она хорошо видна. Как хорошо видна уточная нить. И посмотрите, какой деним ровный, практически противоположный деним у студии Д'Артизан. Вот такая разница. На уточной нити тает, наверное, еще лучше заметно. Вот смотрите сами, убеждайтесь. Конечно же, на студии Д'Артизан он более такой мягкий. Более брутальный он на самураях, более жесткий. Причем и там, и там, друзья, это у меня нон-вош, да, деним, я вам показываю. У студии Д'Артизан деним, когда пройдет стирку, он таким пушистым становится. Мягким, податливым, очень комфортным. Конечно же, он очень красиво будет тереться, красиво стареть. Мои наблюдения, сделанные от пользователей в Инстаграм, показывают, что наиболее красивый фейт появляется где-то через год-полтора и более внятный начинается где-то через 4 месяца. Можете убедиться в Инстаграме сами. Самое время перейти к деталям. Мы видим вот традиционную для студии Д'Артизан вышивку. Такая вот галочка, птичка. Причем интересно, что нитки здесь используются как лимонный, так и оранжевый. Это очень красиво. Характерно, что мы не увидим здесь традиционный таб на студии Д'Артизан 107. Этот таб перенесен на часовой карман. А дальше, друзья, вся та же совокупность элементов, которые мы видим практически на всех брендах сегодня, на многих моделях, которые являются некой платформой, унаследованной от старинных Левис моделей 40-х, 50-х, 60-х годов. Ну, давайте к ним тоже на них обратим внимание. На шлевочках у нас идет вот ребро, которое красиво затирается. Что интересно, на Д'Артизанах, видите, оно как крепеж шлевки выполнен. Не вертикальный шов, а вот рядом. Ну, давайте посмотрим, что там еще есть. Ну, опять знакомые нам болты. Тут их 4 штуки, они брендированные. Клепки с мясом медные. Как уже говорил, вот этот таб на часовом кармане от Д'Артизан. Вот эти внутренние заклепки, как уже на каждой серьезных штанах японских уже есть. Мешковина у нас такая достаточно плотная на карманах. Внутренняя бирка. Вот эта вертикальная V-образная прострочка. Но, опять же, друзья, вот это некая совокупность, некая база и платформа для любых серьезных японских штанов. Поэтому мы ее встречаем почти на каждой модели любого бренда. Они повторяются. Теперь главное, почему эта модель стала популярной. Друзья, тот редкий случай, когда удалось в одной модели совместить традиции, историю и современную моду. А именно, фит и крой этих джинсов, он современный. Это так называемый Slim Tepid. Мы имеем здесь низкую посадку. Мы имеем Slim узкие бедры. Slim Tepid это штанина от голени, сужающаяся. Конечно же, компания-студия D'Artisan не могла не знать о такой конъюнктуре. Ведь они понимают, что есть достаточно много людей, которые хотят получить одновременно традиционный высококлассный Denim, высочайшее качество сборки. И одновременно хотят получить модный крой штанов, соответствующий модным тенденциям, чтобы выглядеть современно, а не как в ретро и левисах 50-х годов. И это удалось получить. Коммерческий продукт вполне себя оправдал. Джинсы стали бестселлером. Вот это именно SD-107 модель. Удалось с ней совместить все вот эти вещи. Причем фундаментом всегда остается одно и то же для студии D'Artisan. Это высочайший Denim высочайшего качества. Это опять вот эта вот платформа традиционных левисах. Внутренние клепки, болты и прочее, прочее. О чем я вам уже рассказывал много раз. И в то же время джинсы имеют современный крой. Это именно то, что нужно для тех, кто начинает, кто хочет пристраститься к японскому Denim. И здесь для вас все есть, друзья. Очень рад был снять для вас сегодня это видео. Штаны мне и самому эти на самом деле нравятся. Я не чушь массовым вот этим тенденциям и модам. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, мою группу ВКонтакте, где я размещаю много материалов по винтажу. Рад был вас сегодня видеть, встретиться с вами.